Приветствую вас! Я так понимаю, что вы та самая любовница. И видите ли, какая штука. Очень много в ваших словах про него. Так что там почти все ваше сообщение про него, про мужчину. И ни слова про себя, ни слова про свои ценности, ни слова про свои потребности, про свои делания, про свои представления. Ни слова про себя нет. Понимаете? Вы пытаетесь понять его, но вам нужно понять себя. Почему вы выбираете таких мужчин, с которыми отношения заранее заведомо невозможно? Почему вы боитесь близких отношений? Вот о чем нужно вам себя спросить. А после, скорее всего, не найдя ответа на этот вопрос, хоть и очень важный вопрос, переадресовать его уже нам. Вот это гораздо важнее, чем то, что вы делаете сейчас. Чем то, что вы пытаетесь понять человека. Как правильно сказала вам моя коллега, что вот он такой, и он не изменится. Понятно, что у него ложные ценности. Понятно, что идея, его идея о том, что, типа, ребенок не должен жить в неполной семье, он уже живет в неполной семье, потому что семья, это не физическое присутствие двух людей, это духовный связь между людьми. Это отношения, семья это когда есть отношения между людьми, поэтому ребенок уже живет в неполной семье, но мужчина игнорирует это, не хочет признать. Понимаете, это понятно, он это делает, чтобы оправдать свое поведение. Какое поведение? Сказать, какое поведение сложно. Может быть, он так же, как и вы, боится близости. Может быть, он обрадывает свою полигамность таким образом. Опять же, вместо того, чтобы, ну, раз вот он такой полигамный, и он в глубине души не представляет из себя, не представляет для себя проблемы, ну, значит, это имело бы смысл, возможно, признать, признать, что он полигамент. Ну, значит, может быть, мужчина ответственности боится. Вот. Кто знает? Понимаете? Понимаете? То есть, вы, вот вы, если человека любите, если вы действительно человека любите, да, если вот он вам дорог мужчинам, вы просто принимаете его таким, как он есть. И всё. Потому что у вас нет другого выбора, если вы его любите. Но судя по тому, что вы его не понимаете, а это действительно в некоторой, ну, в некоторой степени это действительно сложно понять. Вот. Это, ну, на самом деле, на самом деле это сложно понять было, что такие вещи действительно сложно сказать. Вот. что возможно, 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 я ещё раз повторяю, что возможно столько, вы его совсем не любите. может быть, это так, может быть, это не так. Я не знаю. Но я совершенно точно уверен, что ваше отношение к нему, оно не аутентичное. В том смысле, что человека вы воспринимаете, ну, как бы, в контексте, вот, некоторых своих потребностей. Вот. Я не считаю, я не считаю, что это обязательно плохое. Вот. Я не считаю, я не могу, не могу, ну, не могу считать, что это что-то плохое. Вот. Вот. Но, я думаю, что как минимум вам это вредит. Это вот совершенно точная история. Совершенно очевидно, вам это как минимум вредит. И либо вы для себя этот факт признаете, либо вы признаете для себя этот банк, что вам это вредит, либо вы и так и будете страдать. Ну, я не знаю, может быть, ожидая, что мужчина изменится. Или пытается понять другого человека. Ну, не смотришь понять другого человека. Сейчас человек сам себя понять не в силах. Человек сам себя понять не может. Понимаете? Какая сторона. Какая сторона. Вот. Как бы. И. Всё. Так что, конечно, очень жаль. Конечно, очень жаль. Жаль, что вы оказались, ну, вот, в таких отношениях, в отношениях, фактически в отношениях любовного треугольника вы оказались. Конечно, жаль. Но, это не случайно. То есть, вы не случайно оказались в такого рода отношениях. Если вы оказались в такого рода отношениях, значит, у этого совершенно очевидно были свои причины. И, я призываю вас к тому, чтобы разобраться с этими причинами, чтобы поисследовать эти причины, потому что они, эти причины важны. Понимаете? Они важны для вас. Так что, вы живёте, по сути, да, вот, ваша жизнь, она, от этого зависит. Ну, что-то вы тратите время на человека. Вот. И эта причина важна для нас. Чтобы мы могли вам помочь. Чтобы мы могли для вас что-то сделать. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаёте. Я надеюсь, что помог вам. Я надеюсь, что мой ответ был полезен. Я надеюсь, что вы для себя найдёте обязательно что-то общее. Вот. Ну, я имею в виду, найдёте что-то общее, вот, именно со своими ценностями в моём ответе. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.